Появилась возможность проявления гражданских чувств. Ситуация с этим котом, где вдруг вспыхнула народная инициатива, и люди пошли сделать что-то, там-то происходит настоящая драма. Но нам по поводу этой драмы сказать просто нечего. Войны мы боимся, а этого мы не боимся. Я кто? Я маленький человек. А что у меня есть? А у меня есть вот огромная страна. Это гражданский поступок. Встать в эту очередь и поставить свою подпись. Можно его любить и Путина, и это хорошо, удобно. Люди очень не хотят делать этот вывод. Если власть, она всегда хорошая, и все, что она делает, хорошо. Все! Я хочу и победы, и думаю, хватит всего этого. Свои против чужих, это, быть может, самое сильное вообще что? Для людей существует вот это разделение. Почему эти чужие? Не почему. Мы изучаем общество, которому сейчас очень плохо, и которое этого не чувствует. Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. Рад приветствовать вас, наших зрителей, в новом 24-м году. И наш сегодняшний гость Алексей Левенсон, социолог. Алексей Георгиевич, добрый день. Добрый день. Долго хотели с вами поговорить, и вот есть такая возможность. Я хотел бы начать с феномена, связанного с котом Твиксом, который сейчас общество активно обсуждает. Безусловно, трагическая история с проводницей и со смертью кота. Но не кажется ли вам непропорциональной реакцией общества на этот случай трагический? То есть, когда гибнут сотни людей каждый день, общество вдруг так реагирует рьяно на кота и пытается наказать проводницу, чуть ли там призыва не выставить ее голой, отправить по дороге Екатеринбург-Санкт-Петербург. Что это такое? Ну, вы знаете, есть основания для двух реакций на эти реакции. Одно основание — это действительно выразить неприязненное удивление. И в самом деле, ну как на фоне вот трагедий великих, где там у двух народов эта трагедия, а может быть для всего мира, и вот тут что-то случилось с вот этим несчастным животным. По этой линии можно сказать, что, скорее всего, это, в общем, феномен такой психологического характера. Вот люди получили возможность выразить свои добрые чувства. Эмпатию. Ну, да, эмпатию, симпатию. При этом здесь нет риска сказать чего-то, так сказать, то, что нельзя сейчас говорить. Не по отношению ко всем можно выражать симпатию, а здесь вот это явно, так сказать, пространство, где ты можешь свободно выражать свои чувства, и никто тебя за это не накажет. Ну, и оборотной стороной вот этих чувств уже является вот это негодование в адрес этой женщины, проводницы и так далее. А вторая линия реакции на эти же события, она состоит в том, что вот появилась возможность проявления гражданских чувств. Но это уже не чувство в отношении котенка. Это чувство в отношении, ну, как бы, вот беды, и произошла мобилизация. Вот люди пошли, ведь там сотни, а может быть тысячи людей включились в это, причем реально действенно, включились там, ходили, искали и так далее. И тут те, кто комментирует, сравнивают это, скажем, с пожарами, которые нам лет 10 назад произошли, когда тоже вот подхватились и помчались спасать людей, там, гасить пламя. То есть у нас, ну, когда-то вот по результатам тех событий мы говорили о том, что у нас гражданское общество не существует постоянно, так как это вот известно в других странах, да, оно вот возникает. Оно возникает. Всполох. И сколько-то времени, да, существует, но потом не способно, так сказать, институционализироваться, скажем так, и продолжать существовать. Вот эти пожарные дружины, ну, они вот, они были и распались. Или остались как связи в соцсетях. Здесь нечто, нечто похожее. В этом смысле, ну, ну, вот бывает, что люди собираются, скажем, Лиза Алерт, что делает? Она вот собирает людей найти пропавшего там человека. Да. Здесь отмобилизовались таким же образом. На одно и то же явление мы, в общем, имеем право смотреть и как на такой, в общем, попытку, как бы уйти от государства, которое контролирует наши реакции в зону, где этого контроля нет, и вот выразить ненаказуемые чувства. А вторая реакция — это тоже помимо там государственных структур что-то делать. И, ну, и то, и другое говорит о том, что чувства, гражданские чувства, ну, и какие-то еще там человеческие, они сейчас где-то их что-то снизу, так сказать, подпирает. Ну, и, в общем, не трудно догадаться, что. Алексей Георгиевич, а откуда это желание наказать проводницу, там, я уверен, что большинство поддержит заведение против нее уголовного дела. Как это объяснить, вот эту жестокость в обществе? Ну, знаете, это проявление агрессии. И когда появился, опять-таки, тут штука в том, что объект для агрессии, ну, в общем, ну, как бы легитимный. Ну, ведь она виновата, виновата. Ну, а уж что, вот соразмерность наказания и вины, ну, когда публика, так сказать, берет вот это вот такое правосудие, так сказать, народное, а в других странах это просто суд линча называется, вот, то там этой соразмерности нет. Наказать так наказать. И дальше, где камнями побивают, где, там, ну, находят всякие способы, и тут вот вскипает, так сказать, вот эта ярость, и начинается что-то, что мы называем, там, феноменологией толпы, где, в общем, идет заражение. Ну, только в данном случае толпа где-то в интернете собирается, а не на улице. Сказать, что это плохо, ну, да, потому что это не похоже на правосудие, это совсем другое, это самосуд. Короче говоря, мы здесь имеем в миниатюре, слава тебе Господи, в миниатюре имеем проявление, ну, таких вот отскакиваний общества куда-то и назад, и вперед, и вбок. Вбок от государства, вперед, ну, выражение каких-то там гражданских чувств и назад, вот, выражение вот этой жестокости. И я хочу сказать, это все происходит, вот, вы упомянули об этом, и я обязательно хочу об этом сказать, это происходит, ну, на таком объекте, который, ну, трудно назвать достойным, да, вот, смерть этого одного несчастного животного, при том, что мы знаем, что губят животных сотнями, те же вот жители нашей страны, там, топят котят, там, оставляют собак на морозе и так далее, это происходит, это все, все знают, что это есть, и от этого мы избавляемся потихоньку, но это происходит, а то, что вот тут на судьбе одного животного, все это собралось, но это вот, потому что, потому что появился повод сказать что-то, понимая, что, а вот там где-то, там-то происходит настоящая драма, но нам по поводу этой драмы сказать просто нечего, вот это ужасно, по-моему. Дело не только в том, что есть цензура, которая не разрешает, там, произносить определенные слова, или выражать, там, чувства, определенные чувства нельзя выражать, некоторые нужно, некоторые нельзя, а вот тут у нас оказалось, как бы, маленькое свободное место, и вот тут мы свободно себя выражаем. Ну, и отсутствие эмпатии к драме военной, о которой вы упомянули, вы сказали, дело не только в цензуре, вот я хотел у вас, у вас уточнить, а в чем еще дело, какое кажется? Мне кажется, тоже не только в цензуре. Нет, нет, конечно, не только. Здесь уже речь не о психологии и не о том, что наши люди там жестокие или, наоборот, добросердечные, не об этом, а о том, что вот это событие не в том дело, что его запрещено называть словом «война», а в том дело, что оно для, вот, жителей Российской Федерации, в общем, не является войной. Потому что война, вот, за словом «война» значение, вот, это та, которая была с 41 по 45 год. Вот, вот, и ее, ну, визуальный образ и ощущения, ну, этим людям, они ее сами никто не видел, тех, кто видел, уже нет на свете, но были фильмы про войну, в общем, ну, и что это такое, это понятно. Это руины, это беженцы, ну, в общем, это несчастье. Этого, ну, если не считать того, что там, видимо, начинает происходить где-то на приграничных территориях, этого нет. А раз этого нет, значит, это не война, это что-то другое. Ну, как афганская война, ну, она где-то там, здесь ничего не было. Как, в конце концов, чеченская война, но она где-то там, а здесь, вот, здесь, это, так сказать, внутренней России, ничего такого не было. Значит, это не война. И когда власти по своим причинам не хотят эти, называется, операции, там, или еще как-то, то они в каком-то смысле, а у них свои основания не хотеть, там, это имя давать. Но и в, скажем так, в народном сознании это тоже, это еще не война. Войны мы боимся, а этого мы не боимся. Они же понимают, что жертвы, хорошо, можно не смотреть картинки с СВО, но не понимать, что... Вот, тут очень сложно, вот, эти так называемые они, во-первых, я считаю, что это не они, а мы. А во-вторых, что значит не понимают? Можно понимать, но ведь я же понимаю, что я умру. Понимаю. Ну, как? Ну, я живу себе, там, веселюсь или, там, просто так. Так, но это, эта мысль, она, так сказать, не то, чтобы я совсем об этом не знаю, так и здесь. Ну, да, ну, где-то там, ну, кто-то воюет, ну, что-то там происходит, чур, конечно, да. Ну, и, конечно, это нехорошо, лучше бы вот этого не было. Я думаю, что мы с вами поговорим о том, как люди хотят, чтобы этого сейчас не было. Но это, это другое, это совсем не то, что, вот, переживать трагедию войны. Это, вот, надо различать эти... Не хотеть, просто хотеть, ну, хватит, давайте закончим, это одно. И, и переживать это как драму, это другое. Я вас хотел спросить, сославшись на Александра Узана, который употребил недавно в интервью РБК термин «бондинг». Это образование закрытого социального капитала для войны своих против чужих. Вот, как вам кажется, живем ли мы сегодня именно в этих координатах, в координатах бондинга, да? Или бриджинга, да. Да, или бриджинга, открытого социального капитала. И чем чревато это деление, если мы живем в этих координатах, на своих и чужих для общества? Ну, в самом деле это очень характерно для нынешнего общества. И я на два факта хочу указать. Первый — это то, о чем Иоузан, вот, я думаю, что мы об одном интервью, он в ответ на вопрос о фильме «Пацаны». Слово «Пацана». То есть слово «Пацана», да. Но, в общем, тут так ведь, что получилось? Этот фильм про молодежные группировки. А суть, ну не суть, а важнейший принцип их устройства состоит такой. Вот мы, вот эти мы, здесь свои, здесь есть свои порядки, свои там иерархи, кто-то кого-то может наказать и так далее, там, силы очень много, значит, и прочее. Но, но мы эти свои против вот этих вот чужих. Этих, 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 этих. И все вот такие, вообще, говорят, такие же, как мы, но просто другой улицы, они чужие. Почему? Не почему. А потому что это вот так. Это перенос на городские условия, в общем, каких-то архаических способов человеческой организации, от, там, человеческих стад, племен, стай, каких-то «наша деревня», а это вот «ваши деревни», эти наши с ними всегда там дрались и будут драться. Это мощнейшие механизмы интеграции. Вот свои против чужих. Это, быть может, самое сильное вообще, что для людей существует, вот это разделение. Почему эти чужие? Не почему, потому что они чужие. Почему эти свои? Тоже не почему, потому что свои. Там, когда там стучат, кто там свои? А, ну, входи. Это вот, ведь ничего о человеке не сказано, кроме того, что он вот принадлежит к вот этим своим. И вот фильм или там сериал, вот он, значит, про это стал рассказывать. Что мы знаем про президента Путина из его собственных рассказов о его жизни? Мы знаем, что он свое, там, отрочество провел, но он, это его слова, что я был шпаной. Шпана, это не значит, что он там был хулиганом, разбивал стекла, дело не в этом. Дело в том, что он принадлежал к вот таким, он не мог, шпана, это быть внутри таких группировок. И это не факт биографии вот крупного государственного деятеля, там, ну, мал ли тот, этот был там в детском доме, а потом стал там главным конструктором. Речь не об этом. Речь о том, что Путин в качестве президента предлагает в качестве главного организующего, так сказать, принципа видеть мир через своих и чужих. Я не хочу сказать, что он им навязывает там нраву уголовного мира или там еще чего-то, не в этом дело. Дело в том, какая социальная конструкция предлагается в качестве базовой. Она такая. Что такое, мы своих не бросаем? Вот мы не брать, вот кого-то мы бросаем, а своих мы не бросаем. Значит, тут есть некие свои. Ну, может быть, все свои, это все там, все россияне против всех там остальных, но неважно. Это принцип, опять же, переносится, вот этот принцип организации архаический, принцип организации небольших сообществ переносится на общество в целом. Это создает огромные сложности, потому что ну, как бы главный ключ к социальности нашей оказывается архаическим. Ну, вот когда-то говорилось, что, скажем, язычество не позволяло там каким-то народам, так сказать, развиваться, пришло христианство и по-другому предложило социальную организацию, и вот тогда эти христианские народы, они вот двинулись вперед, создали там европейскую цивилизацию и так далее. Я говорю о том, что смена одного принципа социальной организации на другой может иметь очень большое значение и в сторону туда, и в сторону назад. Империя, вообще говоря, не обязательно организуется вот так. Имперский способ это в каком-то смысле, как это ни странно, космополитический способ организации. Там может быть власть, власть может быть ужасной, жестокой, так далее. Но это не обязательно длинцы. Там другой, да, там вот все, мы все подданные какой-то там власти и как бы даже нет границ. Ну, как там, в британский империй не заходит солнце. У нас там говорят, что наша родина бескрайняя. Да, вот, самая большая страна. это значит, что мы не чувствуем себя вот такой вот маленькой кучкой, который вот других кучек себя вот так отделяет просто потому, что они чужие. А у нас по-другому, у нас широко. Вот сейчас в силу неких обстоятельств мы начали, и это очевидно, что вот сейчас мы начали этот принцип широкий терять, заменять на принцип вот только тут все для своих, мы свои и так далее. Это принцип неудобный для развития каких-то сквозных вещей, сквозных путей сообщения, сквозных принципов, сквозных законов и так далее. Вот. Он, ну, как бы, он удобен для того, что называется ручное управление. Он удобен. Алексей Георгиевич, а когда мы стали мыслить себя государством, то есть мы в унисон с государством, вот этот коллективное, коллективное снова я, оно когда возникло? Я сам уже потерял этому счет, не могу это зафиксировать, но я еще помню, 10 лет назад не было этого коллективизма в обществе. Когда это социологи точка отчета намечают? Ну, там это не состоялось в одночасье. Естественно. это было вот пошагово. Значит, давайте я скажу сначала, что я думаю, почему, а потом когда. Значит, почему? Мне кажется, что значит, то, что называлось словом, ну, перестройка, реформы, вот это, оно предложило российскому народу, обществу, массу, так сказать, поприщ, делай. Ну, это предпринимательство в самом широком смысле слова. Или, действительно, заводи свой бизнес, или еще что-то делай сам, там, куда ты ездишь, там, что ты делаешь, там, не знаю, привезти, там, из Турции или из Китая, там, чего-то продать, это бизнес, не бизнес, но это твое дело, и это ты делаешь сам. Вот, появилась, и это я свидетельствовал, ну, не просто как человек, который жил тогда, а мы работали, я проводил исследования, вот, формировалась новая личность, самостоятельная, отчасти, так сказать, от горя и отчаяния. Был родной завод, работали все, о нас там, профсоюз заботился и так далее, все развалили, да, ну, что теперь делать, ну, если ты мужик, ну, давай, бери, дело в руки и что-то делать, делаю, да, ну, может быть, бандиты пошел, но, а может быть, ну, еще что-то делаю, и появилась самостоятельная личность, не только эта личность появилась, но появился идеал самостоятельной личности, ну, тот, кто подрастал, кому-то там, 14 лет, ну, вот, давай, начинай, у нас же были бизнесмены 14-летние, да, вот, это люди оказываются, да я могу, я могу, и могу, ну, кто закон нарушает, кто закон не нарушает, но вот, я взаимодействую с другими людьми, как некоторые я, это ушло, ушло, при этом, я бы сказал, что тут сыграла, по-моему, дурную роль наш крупный капитал, а ведь у нас крупный капитал образовался совершенно не этим путем, никто вот не начинал там с чистильщик сапог, стал миллионером, у нас, по-моему, таких биографий нет, и этот наш крупный бизнес, он оказался очень, как бы, хищным, он стал поедать средний бизнес и даже мелкий, ну, известно, что крупные американские компании, там, какие-то локхи, там, окружены там массой мелких, мелких частных компаний, которые там делают для них там чего-то, каждый делает какую-то мелочь, но это отдельный, у нас та же корпорация, которая там выпускает примерно то же самое, она все это забирает себе, значит, этих мелких собственных, они, а человек внутри большой корпорации, это фернош, человек внутри государства, он там перед кем-то должен там, там своя корпоративная дисциплина, там корпоративная этика и так далее, в общем, штуки, сильно похожие на государственные, а потом, если она еще огосударствлена, ну, тогда и все, и вот у нас и наши вот бизнесмены мелкие, мелкие и средние, эти люди не чувствуют себя хозяевами, они знают, что, ну, мелкого там пришли два мента и твоего бизнеса и нету, да, и это опаснее, чем пришли два рэкетира, средний знает, от кого он зависим и понимает, что, опять же, кто-то там мигнул и завтра он лучше, так сказать, вали скорее там на Кипр или куда-то, вот, это, это не есть настоящая буржуазия, которая могла бы быть, вот, сыграть ту роль, которую сыграла буржуазия, ну, там, где она была сильной, вот, это, в общем, тоже такие полузависимые какие-то люди и вот, когда оказалось, что у людей вот этого своего нет и не родилась как идеал свободная личность, которая, ну, вот, он самостоятельен, он, так сказать, все несет на своих плечах, а вы, так сказать, отойдите, ты государство, там, знай свое место, я буду делать, чего мне надо, оказалось, что наоборот, я кто? Я маленький человек, а что у меня есть? А у меня есть, вот, огромная страна, вот это у меня есть, это у нас никто не отнимет, у меня есть государство, вот оно великое, а потом и я великий, не потому, что я чего-то сделал, а потому, что я здесь живу. Вот, и это произошло на вашей и моей памяти, на наших с вами глазах, эта социальная трансформация произошла, что очень редкая вещь, не одно поколение сменило другое, а внутри одного поколения люди начинались как одни, а потом без, опять же, ну, такое бывает, великий перелом, революция, война, да, была жизнь одна, стала другой, у нас это произошло внутри, в общем, если так, коротко сказать, внутри периода правления одного и того же правителя по имени Путин, вот, просто был, ну, там говорят, что был Путин один, Путин два, Путин три и так далее, но это этапы нашей истории. ведь еще 12 лет назад, что с исторической и социологической точки зрения совсем мало, была Болотная площадь, еще 12 лет назад всего, что с... с Болотной площадью, там, там все, извините, там все просто, как не знаешь, ну, 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 люди выходили. Слово автозак вошло, вот, ведь я помню, что такое было автозак, что называлось словом автозак, это для перевозки заключенных машины специально, так сказать, оборудованной для перевозки заключенных, вот это автозак, это слово, там, 20-х, 30-х годов. Значит, оно стало гражданским. Оно стало, да, автозак это то, что вот у нас вдоль улицы стоит, куда нас все туда. Да, и вот, ну, даже можете, даже не очень страшно было, подумаешь, там, 15 минут провел или 15 суток провел, ну, в общем, это стало частью быта, вот, ну, вот такие маленькие репрессии стали массовыми, крупные репрессии не стали массовыми, слава тебе, Господи, пока, а маленькие, вот, ну, они стали, так сказать, для Москвы, для больших городов, там, ну, трех-четырех, они стали как-то для какой-то части общества, ну, частью быта, но по мере их, так сказать, ну, усиления, ну, они из маленьких превратились в серьезные, когда там, болотное дело, это уже годы и годы, заключение, ну, вот, в общем, этим способом завинтить удалось, и понятно, что даже и более, более мощный протест, Беларусь нам показала, что протест гораздо более высокоорганизованный, гораздо более массовый, гораздо более внутренне устроенный, грубой силой можно задавить, ну, задавили совсем, так что тут, тут-то, вот, по-моему, дело нехитрое. Почему, как вам кажется, Саша Бауна в нашем выпуске об этом говорил, объясняя свои причины отъезда, почему для людей в нашей стране для, ну, власть государства оказалась народнее, чем, скажем, Алла Пугачева, или чем, там, не знаю, группа «Машина времени», или чем певица «Земфира», то есть, любили артистов, а в какой-то момент выяснилось, что их теперь называют предателями, их мнение большинство не интересует, зато интересует мнение о власти, почему власть стала более народной, чем эстрада, чем артисты и актеры, когда, казалось бы, на песнях люди воспитывались. Вы знаете, я не стал бы противопоставлять, ну, потому что они на разных, на разных, так сказать, этажах, и тут вот такой коллизии, ну, да, но Пугачева в лоб столкнулась с властью, да, и там написала письмо, требуя меня считать иностранным агентом, вот, но, ну, почему она так быстро стала врагом? Я не думаю, что она, я не думаю, что она стала врагом, я, я думаю, что она, она причинила множеству людей очень большое неудобство, когда оказалось, что одновременно любить Пугачеву и любить наше начальство не получается. очень бы хотелось, но это, вот, ну, она, ну, сделала такой, ну, шо ж ты, вот, албайс, такое, такое сделала, значит, что мы теперь, вот, ну, поставила нас, вот, в такое положение, конечно, там, я люблю песню Орликина, люблю, люблю, да, любил и люблю, но ты вот со своим там этим Галкиным, а тот артист, который себя там не противопоставляет, так вот, хорошо можно его любить и Путина, и, и это хорошо, удобно, а тут получается неудобно. То есть, это не выбор между Пугачевой и Путиным, условно говоря, да, это, ну, вот люди очень не хотят делать этот выбор, но очень, вообще, выбор, выбор для, мы так устроены, все, что ситуация выбора для нас всегда, психолог скажет, стрессовая, социолог скажет, что это ситуация, когда нужно отмобилизовать штуку, которая в других случаях работает без нашего участия, вот мы исследуем каким-то ценностям, не потому что мы думаем, а, вот это вот действительно что-то такое, чему надо подчинить, да мы просто вот, ну, так как мы говорим, вот, не думая о том, что мы пользуемся русским языком, там, с его грамматикой и так далее, говорим и все, и поступаем мы вот так вот, там, не знаю, мы ребенка ведем в детский сад, не потому что мы любим детей, вот это вот, вот это мой там, я не знаю, Вовка, которого надо в детский сад отвезти и все, а вот тут, когда вдруг тебе надо решать, ну, предположим, ребенка в детский сад везти, или у тебя там больная мать, ей сейчас там нужен твой уход, и вот, и вот ты решай, и вот тут вот встает вопрос о ценностях, драматический вопрос, ценности все несоизмеримы, и вот предпочесть одну другой, это всегда значит предать одну и сделать в пользу другой, это, это очень тяжело. А вот условный там Галкин для, для людей, предатель, потому что это власть, так сказала, признав его иноагентом, пожурив, наказав, или люди действительно вот в ситуации сложного устройства мира, да, не могут сделать выбор и самостоятельно понять чью-то другую независимую точку зрения. Ну, вот понимаете, эти люди, эти люди смотрели там передачу куклы, да? Да. где в смешном виде представлялись высшие лица государства. Ну, и смеялись, ну и чего, что это, плохо что ли? Это что значит, что я, так сказать, против этой власти? Не, я против того, что эта власть делает вот это, вот это. Ну, я имею право, я гражданин. Да. Вот, когда выяснилось, что нет, дорогой, тоталитарном обществе так не, не, нельзя. если власть, она всегда хорошая и все, что она делает, хорошо. Все. Все. Тота, слово тоталь, значит, все. Это смысл слова тоталитарный. Когда все, 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 всегда. Вот это, по-настоящему, тоталитарное устройство. А у нас тоталь? Мы к этому идем. Мы к этому идем. Причем, я хочу сказать, что тоталитарное государство, тоталитарное устройство у нас обычно, ну, там, говорят, ну, это вот, когда власть, там, репрессии, тюрьмы, там, запрет, да, надо все, все, вот, это все устроила власть. Да, власть это старается устроить, но штука в том, что она не сможет ничего особенного сделать, если в обществе не возобладает такая тенденция, которая всегда в нем как-то есть, но только иногда она становится преобладающей, это, ну, я вот как-то придумал такую формулу, вот, когда все хотят, чтобы все были как все, все хотят, чтобы все были как все, вот, в таком мечте деваться некуда. Ну, а власть это, по-частью, во-во, вот так и надо, да. она просто объясняет, чего нельзя, чего можно, но и это вот, это уже технические инструкции, а сама, сама вот тотальность, она возникает как отношение, по-другому социолог скажет, социальный контроль общество берет на себя. Что такое доносы? это когда не специально уполномоченный человек смотрит, а что ты там делаешь, с кем ты там, не знаю, разговариваешь, или что ты там говоришь, да, не шпион, не там, не сыщик, да, а сосед, который вообще не уполномочен никем, он сам решил, что он должен на тебя написать, что ты вчера сказал вот это. он взял на себя функцию сыска, функцию репрессий, или там, ну не репрессий, а так сказать, подготовки репрессий. Вот, это, вот, это вот эта ситуация, ну, загнать общество в такие, в такое состояние, поскольку в нем этот потенциал есть у всех, в любом обществе, он есть всегда, только в демократическом обществе, ну, так себя не ведут, это неприятно, лично, вы что, вот, а, а, а вот, в других, это же демократическое общество, ну, там, германское, да, оказалось, что можно, как перчатку, вывернуть наизнанку, и вот оно будет вот таким, и там сосед будет доносить на соседа, и считать, что он хорошо поступает, вот, если власть это очень сильно поощряет, ну, а власть это, так управлять удобно, это ведь очень простые системы управления. Прогноз плохое дело, но вы видите выход из этой ситуации для общества, потому что мы... спрашиваем у наших героев часто, насколько, как бы, страна пойдет по этому пути, тоталитарному, либо все-таки либерализация неизбежна. вы как считаете, какой выход, вот вы сказали, да, вижу? Да, вижу, я, ну, это может выглядеть как оптимизм, или как там у Фазили Искандера, кролик, мужей радует. Кролик, который говорит, что на буре все равно придет, вот, дело, вот я, дело не в том, что я хочу верить, вот хочу верить, что там солнце взойдет. Да, хочу, но дело не в моем хотении. Дело в том, что есть определенные закономерности существования таких обществ, вот, как наше. Мы не единственные такие, но Россия прокладывает этот путь. Ну, давайте возьмем Беларусь. Да, вот, далеко ходить не будет. Далеко ходить не будет. Значит, то, как живет это общество, расточает определенный ресурс, общественный ресурс, вот, тратя на, там, на содержание полиции, или, там, Венесуэла, да, на содержание армии, там, тратятся огромные средства, населению остается все меньше и меньше. Вот, через некоторое время, просто перекачивание, вот, имеющихся средств, вот, на это, поскольку это не производительные расходы, всегда, на армию, на войну, на, на все вот это, от этого не получается, так сказать, это не есть вложение во что-то, что потом приносит результат. Ну, вот, и съели весь ресурс. Ну, хорошо, у Венесуэлы есть нефть, да, плюс есть большой друг, значит, который, там, подкинет деньжат. но когда-то этот ресурс кончается, и что тогда? Тогда еще, ну, какое-то время, эта страна может жить в режиме нищей страны, потому что нищей страной тоже управлять, в общем, проще, чем богатой. но потом бумс, и все. Ну, ну, просто, ну, денег, денег нет, совсем. И говорить кому-то, держитесь, уже некому, потому что это им самим надо держаться, а уже, ну, нету, ресурс кончился. То есть, он истрат, он истрат, это экономика в самом широком смысле. Общественная экономия, общественная, ну, потому что растрачены психические силы, если хотите, там, какие-то, ну, силы воспроизводства, там, те, сие, пятые, десятые, ну, этот кризис храни нас, Господь, от того, чтобы дойти до этого конца, вот, но, но вот тогда, вот, это то самое, вот, дно, которое ударяется, такого рода, режима. И, вот тогда наступает такое время, что, оказывается, люди, которые чего-то могут сделать, смотаться, значит, за кроссовками в соседнюю страну, привезти там, или еще чего-то, наладить что-то, вырастить картошку на своем огородике, ну, как-то спасаться. И спасать страну. Вот эти люди, тогда, вот тут приходит их час. Это тяжело, но это начинается, начинается возражение, начинается вот, ну, частная инициатива, появляется, в чем угодно, в том, что ты заводишь бизнес, или в том, что ты начинаешь там, не знаешь, собираешь десятерых детей, начинаешь их чему-то учить, или в том, что ты изобретаешь какой-то там, ну, не знаю, способ ускоренного, там, выращивания чего-то. Ну, то есть, по сути, это, нас ждет новая перестройка. Нас ждет новый НЭП. В этом НЭП. Александр Александрович Аузан нам сулил его вот на 22-й год. Ну, произошло не так. Произошло не так, в частности, я думаю, потому что, вот, ведь НЭП, это то, что очень многие функции сделают ненужными. А вот, пока НЭПа нет, очень многие функции нужны. там, рулить, управлять, приказывать, посылать и так далее. Вот, при НЭПе не надо, они сами все сделают. Сами будут бегать, что-то там такое делать. Вот, у нас сейчас много кто там, Наталья Васильевна Забаревич, там, и другие, вот, восхищаются нашим бизнесом. Как вот он, оказывается, выстоял, вот, ну, он выстоял в ситуации, в которой он, друг, был ввергнут, да, без этого он бы сколько всего сделал. Значит, ну, вот этот потенциал есть, он есть, он здесь. Часто потенциал. Он даже не весь уехал, а который уехал, есть тот, который хочет вернуться, он здесь хочет крутить, потому что здесь будут нормы прибыли много выше, потому что здесь будет, там, свобода рук, там, еще чего-то будет. он хочет этого, он ждет этого. Но это, этот маятник, качнувшись справа, качнется влево. Да. Когда-то, когда-то, глупый вопрос, но, наверное, все качнется. Как вы думаете, когда? Я понимаю, что это не позволительный для социолога вопрос, для ученого. Давайте я вам скажу вот что. Я напомню, что Левада-центр проводит свои исследования ежемесячные методом личных интервью по месту жительства респондентов. Не по телефону, а живьем. Вот так, как разговаривают, как мы с вами. И вот так вот там, значит, предположим, да, я интервьюер, а вы, значит, респондент. Я вас спрашиваю, вы одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации? Вы, скорее всего, в 8 случаях из 10 вы говорите, одобряю, сейчас, 82%. Я спрашиваю вас, вы лично поддерживаете или нет действия вооруженных сил Российской Федерации на Украине или в Украине. В 7 случаях из 10 вы отвечаете, поддерживая. Лично. Проходит еще, там, задаем разные вопросы, там, как у вас там семейный бюджет, там еще что-то, какие-то другие темы затрагиваются. и я задаю вам вопрос, вы поддержали бы продолжение военных действий или переход к мирным переговорам? И тут оказывается, что в 5 случаях из 10 вы говорите переход к переговорам. Хорошо. Проходит еще какое-то время, еще какие-то вопросы вам задаются, и вам задается такой вопрос. Раньше мы его не задавали. Если Владимир Путин объявит, что он в течение недели останавливает конфликт, вы одобрите это решение и в 7 случаях из 10 вы отвечаете одобрить. Я напоминаю, вы только что, 20 минут назад, вы мне сказали, что вы поддерживаете действия вооруженных сил Российской Федерации на Украине. И тут вы говорите, что остановить да. То есть этот вы же, понимаете, не другой человек это сказал, а вы, мне, продолжая сидеть на том кресле, на котором вы сидите. Вот пространство, внутри которого возможны сейчас движения. То есть люди, я бы не назвал это усталостью от такое часто говорят, не в этом дело. Дело в том, что в той мере, в какой общество приняло объяснение, зачем все это нужно, а оно приняло объяснение, что это наша вековечная битва с западом. Ну, в этой битве мы чего? Мы устояли. Это, в общем, примерно то, чего и надо. Победить, ну, это такая борьба, так сказать, мировая борьба добра со злом, что тут одна сторона другую победить не может. Просто не дать, ну, не надо, мы не должны отступить. Мы не отступили, не отступили. Это значит, что мы выстояли против мирового зла. Выставили, значит, мы молодцы. Значит, собственно, чего надо, то и сделано уже. Можно дальше ничего больше не делать. А о чем этот ноябрьский опрос говорит? Вот с этим пространством, Мне кажется, что он говорит яснее ясного о том, что российское общество не, оно милитаризировано очень изрядно, но это не значит, что оно обязательно хочет, вот, давай, продолжай, ну, там, вот, до какого-то там победного конца, потому что, потому что, ну, в принципе, это можно считать концом. Концом в том смысле, что, ну, чего надо. Остановиться вот на этом рубеже, это не значит, там, признать поражение, отступить, ну, все сделали, все равно в этой такой вот победы, да, ну, там, ну, взять Киев, наверное, это там очень многим показалось бы, там, хорошо, здорово и так далее, вот это мы утвердили, там, может, восстановили Советский Союз, может быть, там, наказали каких-то, так сказать, тех, кто от нас решил уйти, еще что-то, ну, можно придумать массу причин, которым кому-то это понравится, но можно это не делать, да, пусть как-то там они, мы вот, мы выстояли в этой мировой схватке, весь мир был против нас, да, а мы что, а мы выстояли, ну, уж, это-то разве не великое дело, ведь факт, что выстояли, факт, ну, все, и это логика, это не логика пораженчества, я хочу подчеркнуть, это не признание собственной слабости, это признание собственной силы, в этом смысле это в глазах людей достойные, ну, то есть, крови, как бы, окончание, крови дальше не хотим, да, хотели, но дальше не хотим, вот, насчет хотели, или даже не хотели, такого не было, нет, дело в том, что субъектом хотения не выступало российское общество, субъектом хотения выступали какие-то отдельные, так сказать, группы, которые принимали решения и отдавали приказы, в обществе нет, ну, хотение, то есть, конечно, мы бы хотели, чтобы вот взять, да, вот, чтобы Америка там взяла и вся там утопла в океане, да, но, но, но так, живет и бог с ней, вообще даже можно с ней подружиться, там, вот будет Трамп там, вроде мужик хороший, мы бы с ним там, почему нет? И, и такое вот, ну, это, миролюбие, его так же много, как и воинственных чувств, что Америку там, вообще, все, все, изничтожить. Дело в том, что наша профессия, она построена, вроде как, на разделение общества. Вот здесь эти думают вот так, а здесь вот эти думают вот так, вот там, образованные думают вот это, малообразованные вон то, или эти вот там, не знаю, богатые думают так, а бедные думают так. А на самом деле? А на самом деле, это вот мы работаем с тем, что называется массовое сознание. Вот это все есть одно сознание. Ну, так же, как у мое. Да. В моей голове помещается и то, я хочу, и победы, самый вот, и, да ну, хватит всего этого. И я там, и Пугачева я люблю, и президента я уважаю. Это все, это мое одно и то же. И анекдот, я про них расскажу. А явно этому сознанию можно какое-то поставить? Или оно настолько сложно, сочиненное, парадоксальное, что оно такое же, как оно такое же парадоксальное, как американское, как немецкое, как новозеландское и какое угодно другое. Вопрос, что с этим сознанием делает вся? И на что направлены, так сказать, имеющиеся в нем потенциалы силы? Я уже сказал, просто повторю, оно может обеспечить многообразие деятельности, многообразие образов жизни, образов мысли, образов проведения чего угодно, от досуга до того, как учить детей. Или оно может отмобилизовать другую, так сказать, свою способность. И говорит, только так, вот так, вот это вот здесь вам скомандует, стой на месте, пока тебя не получил указаний. нам думать не надо, за нас все решат и так далее. Могу копать, могу не копать. Да-да-да. Вот это, ну, мы же знаем и из собственной практики, из анекдотов, и наблюдений за самими собой. Мы знаем, что, ой, ну, как хорошо, вот не надо ни о чем думать. Пришел тебе, ну, как в гостинице, все хорошо. За тебя решили, там, где чего, где мыло, где полотенце, где там, что, вот, ну, ничего не надо. Пришел, все удобно, хорошо. А у себя дома, решай, то ли, то ли здесь, то ли здесь, то ли, значит, с женой надо договориться, то ли надо, значит, там, с тещей что-то решить. Господи, мы это любим и это любим. Вопрос, данный момент, социальные обстоятельства мобилизуют эту часть меня, и я, я плачу над котеночком, замерзшим, вот, а про замерзших солдат по двум сторонам этой линии соприкосновения я что-то не думаю даже, а в минус 20 там, каково там в окопах, вот, я об этом не думаю, и, и сколько там лежит непохороненных, это я тоже об этом не думаю, вот, а искать, значит, котеночка, вот мы пошли, а в другой момент, да нет, ну, что, обожди, обожди, меня есть, значит, дела важнее, я иду. А как быстро это переключается, вот этот тумблер с одного на другого? Вот были ли примеры, когда в социологии, когда, вот, общественное мнение кардинально менялось, условно, взгляды были такие, а через 5 лет другие? Почему 5 лет? Ноябрь 2021 года, рейтинг Путина 62, по-моему, процента, но это близко к его историческим минимумам, ниже 6, вообще не бывал никогда, поэтому это вот, то, что для Ельцина было 6%, для Путина 60, это Ельцинские 6, вот, это близко к дну, это ноябрь, за декабрь, январь, и, значит, февраль, это подползает под 70 с чем-то, ну, потому что в воздухе запахло войной, и вот 24 число февраля и 82-83%, вот здесь было 60-83%, вот, вот это вот, это колоссальное изменение, и эти, значит, присоединившиеся, ну, вот, те, кто присоединились, они до этого не одобряли деятельность Путина, тут рутинную деятельность, вот, которая у него была, вот пока он там, ну, просто вот президент и президент там, вот, и он не нравится, вот, вот этим 20% он не нравится. Потом понравился? А вот он сказал, идем, опа, да, все, идем, вот вам, пожалуйста, как эта штука работает, в кратчайшие сроки. То же самое было в 2013 году, рейтинг тоже был вблизи вот этого уровня, так сказать, нулевого, по-путински, нулевого, взяли Крым и 88%, потом 89%. А о чем это говорит? Настроение в обществе, когда, получается, общество, как бы, спокойно не живется, ему надо постоянно то ли, либо Крым, либо СВО, это говорит, о чем это говорит? То есть, условно говоря, если в лимфе вы говорите рейтинг 62 и усталость и так далее, начинается СВО и рейтинг взлетает. Это же не говорит о том, что люди хотят войны? Почему они хотят? Вот слово люди, мы в данном случае должны, нет, понимаете, тут вот оперировать таким вот словом общество в целом неправильно, на мой взгляд, потому что приветствовали это изменение, вот эти как бы мобильные там, ну, ну, треть такая, ну, грубо говоря, там, от четверти до третьей, это нельзя здесь точные цифры, приводить часть общества, которое то недовольно, то довольны. Есть вот этот вот 60-процентный блок, они одобряют, ну, они просто вообще всегда, они одобряют просто сам факт существования вот нас и вот мы есть, такая страна, у нас есть вот такой президент, вот так, пусть все так и будет. И что бы он ни делал, он ездит в Европу, обнимается с Ангелой Меркель, одобряем, он, значит, о Европе говорит всякие худые слова, все равно одобряем, а вот эти вот подвижные проценты, они одобряют вот эту политику, это таким милитантная часть общества, ну, да. Их тоже энергию можно пустить на мирные, так сказать, цели, но вот сейчас она вот себя находит вот тут. И посему я на ваш вопрос отвечаю, что не то, что им вот, им надо их, это вот как бы, надо как кормить все равно, вот, войнами кормить там регулярно. Да нет, эти же люди, они были бы, вот, я говорил, когда начиналась вот эта послереформенная Россия, ну, та, которую мне довелось, наверное, части зрителей, довелось видеть своими глазами, вот, когда оказалось, что масса дел и масса поприщ, масса мест, где можно приложить свою смекалку, смелость, хитрость, ум, мужскую силу, женскую ласку, там, ну, вот, все, все, чем мы обладаем, вот, для всего, оказывается, есть, есть куда деваться, есть чего делать, и, между прочим, вот этого, такого, государства поклонства в это время не было. Ну, да, ну, живем там, и даже не очень понятно, что это такое, было вроде советский, кто я, я вот советский человек, или я россиянин, мы мерили это дело, люди еще не нашли точного себя определения, ну, я здесь живу, я смоленский, я витебский, я, еще какой-то, вот, да, вот тут, ну, у меня вот тут вот дело, и при этом не было, я возвращаюсь к началу, нашу, вот это вот здесь наше, а здесь не наше, мы, мы все тут какие-то, ну, какие-то свои, мы тут. Договоримся. договоримся, да, двухнем вместе, или еще как, или пробашляем, или еще как-то, ну, масса таких способов социального бондинга, только широкого бондинга, и бриджинга, вот этого, где вот, бридж это мост, вот, строим мосты, через вот это, и через вот это, через вон то, построили мосты, ну, и живем мы, че, поди плохо, и, и, вот, когда говорят, что это были тучные годы, что вот, ах, значит, ну, это там, одни приписывают нефтяным ценам, другие говорят, это реформы, это вот, гайдаровские реформы, сказались, но реформы не сами ведь работают, да, они создали, они создали ситуацию, когда человеческая инициатива может проявляться, а она, что она делает, она вот, она и создает прибавочный продукт, мать честная, тот, который потом облагается налогом, она его создает, и миллионы людей его создают, так сказать, в качестве отдельных субъектов, вот, им тогда не надо объединяться вот эти наши против этих ваших, ну, там, ну, вот эти наши, а вот эти тоже наши, в чем, между прочим, отличие, вот, я говорил о том, буржуазной, истории Европы, вот эти буржуа, ведь слово буржуа, значит, просто горожане, да, так вот эти горожане, значит, известно, что городочек, там, не знаю, 12 тысяч жителей, да, ну, какой-нибудь европейский, вот, наверное, многие зрители наши, там, побывали когда-то, там, пять лет назад, в таких городочках, какой он миленький, какая тут там, архитектура, вот здесь у них, там, бургомистр жил, вот здесь, вот это, а тут у них, там, цех вот этих, а тут цех, и надо понимать, что каждый житель этого города, он состоял в четырех или пяти, он в лиге этих, он в обществе тех, он, значит, входит в группу таких-то, и так далее, у него масса, масса ролей, и общее количество ролей в городе с десятью тысячами жителей, да, оказывается гораздо больше, чем, там, ну, возьмем какой-нибудь Китай прошлых десятилетий, город там, пять миллионов человек живет, это считается небольшой город в Китае, да, и сколько там этих общественных введений, их гораздо меньше, чем здесь, вот, на этом малюсеньком человеческом пространстве, ну, просто тут каждый человек во множестве ролей, а тут он, я один, вот, ну, да, я отец, я этот, я рабочий, я член коммунистической партии Китая, вот, что, все, больше от меня ничего не требуется, и больше у меня ничего и не может быть, а тут я могу быть, этот, 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 это, и оказались в этом способе, конечно, мы вот, мы шли, шли туда, зашли сюда, Китай, Китай, теперь прокладывает дорогу, но это не, не я придумаю эти слова, вот, это, это, электронный тоталитаризм, они, у Китая тоже драматическая судьба, они ведь шли тоже этой дорогой, вот, это китайские чудеса, откуда взялись, оттуда, что они разрешили эту инициативу, они сказали, вот, компартия будет, значит, все равно командовать, но вы давайте, ребята там, сами, копошитесь, и начали копошиться, и двинули, вот, удивили весь мир китайским чудом, сейчас, там решено, ну, у них там были свои проблемы, вот, уйгурами, они испугались, что уйгуры, как мусульмане, значит, пойдут той дорогой, которая идет, вот, мусульманский, и Ближний Восток, ну, испугались, я думаю, что слишком, но решили, решили бороться с этим, там, репрессии, так сказать, с помощью электронных средств, так, и, а потом выяснилось, что это, ух, как это, смотри, как удобно, вот, когда начальство про всех все знает, кто куда пошел, кто с кем вчера ужинал, а мы вот, мы оказались, раньше мы у Запада заимствовали, там, все, там, не знаю, включая, там, не знаю, телефоны и прочее, да, а теперь мы у Китая заимствуем эти системы слежения общества за самим собой, и он же Запад обогнал по этой-то линии, сильно обогнал, и мы вот, это не эксперимент, а, как сказать, первые заимствования были проведены в годы ковида, под благовидным предлогом, это вот, чтобы, так сказать, люди там друг друга не перезаражали, но оказалось, что это можно использовать уже в совершенно других целях. Вы сказали, что эта частная инициатива вернется, когда-нибудь обязательно, да, вот, снова возникнет эта креативность у людей, у каждого своя, у поэта своя, у бизнесмена своя, но обязательно ли она вернется на фоне экономического краха и проблем, как вы считаете, либо она может как-то более таким мирным путем вернуться? Вариантов действительно, ну, понимаете, но одни от отчаяния становятся там деловыми людьми, там, хорошо быть просто инженером, получать зарплату, ходить на работу и все, и ни за что не отвечать, кроме своих формул. А вот приходит пора, и ты должен отвечать за свою семью или там за еще чего-то такое, в общем, грузить себя на плечи, да. И это, в одних случаях, это потому, что, ну, надоело с этими бумажками возиться, просто охота делом заняться своим, и это, так сказать, спокойный и мирный переход, а другое, это потому, что, потому что, ну, как мы вот, я, я лично интервьюировал людей, которые говорили так, когда я понял, что мне не на что купить дочке ботинки, чтобы в школу идти, вот тогда я, ну, и дальше. Тогда, что дальше, вот там дальше, пошел бандиты, пошел жулики, пошел бизнесмены, или пошел в администрацию, устроился, или в полицию, это, это уже веер путей, но вот пришлось. Стоило бы всем нам, естественно, приложить, какие можем усилия, к тому, чтобы без, без беды мы к этому шли, но, похоже, что, во-первых, беда уже есть, вопрос в том, что с ней будет, она будет разгораться, или вот она сейчас каким-то образом там угаснет, а если она угаснет, то это будет значить, что мы можем совершить вот этот вот переход к чему-то, или нам скажут, ребята, ну, нет, все, давайте, так сказать, обратно, так сказать, все, все по местам. С одной стороны, выборы обсуждать мартовские бессмысленно, да, ну, их итог предрешен, а с другой стороны, вот этот феномен с Надеждином, эти очереди на 20-ти градусный мороз, это что такое? Да. Вот есть этому объяснение? Вы, наверное, не мерили пока, не разговаривали? Нет, мы не успели, у нас, не успели, ну, что? Это такое? Цикл ежемесячный, это феномены вот последних там недель. Ну, это, не я придумал это сравнение, но вот ситуация с этим котом, значит, где вдруг, вдруг вспыхнула народная инициатива, и люди пошли сделать что-то, чего от них никто не требовал, и даже может, скорее, вот, скорее бы не. И она, вылилась в те формы, где, ну, это не наказуемо можно проявить. Пока что, вот, поставить подпись, это, в общем, ну, кто ставит, наверное, понимает, что за риск он берет на себя, но все-таки это, ну, вот, прямо так вот не написано ни в каком, значит, законе и указе, что нельзя, нельзя поддержать кандидата Надежды. Ну, надо понять, что, в любом случае, мы говорим о явлении, которое охватывает, ну, 300 тысяч, там, да, может, может, таких быть людей. Все-таки, это, при, примерно, 100 миллионах избирателей, понятно, что это очень небольшое число, но такого массового проявления демонстрации того, что мы хотим не так, как вы делаете, а чтобы было по-другому, с 12, зимы 11-12 года не было. А вот, вот она, вот оно проступило. Ну, и это значит, что у нас нет гражданского общества, но гражданские чувства в людях есть. И им вот сейчас явилась возможность проявиться. Это гражданский поступок. Встать в эту очередь и поставить свою подпись. В этом смысле более гражданский, чем в бюллетене, там, написать плохое слово, там, про какого-то кандидата и опустить, когда тебя, в общем, вроде как никто не видит. Тут ты у всех наведен. То есть, такая получается, по сути, легализованная акция протеста. Конечно. Конечно. Она, флешмоб какой-то. Не то, чтобы она не легализованная, она не криминализованная. Не криминализованная. Вот, да. ее никто не легализовал. Ни у кого разрешения не спрашивали те, кто идут. Они ни у кого не спрашивали разрешения. Это очень интересно. Вот. Ну, их немного, но мы не видели людей, которые, в общем, показали своим поведением, как они относятся к текущей политике. Они показали, что вот мы хотим, чтобы вот этого не было. Они, такие же люди, отвечали нам, нашим интервьюерам в ходе опроса. Но опрос анонимный. Интервьюер не спрашивает человека ничего, ни документов, ни фамилии. Да? А здесь человек все про себя напишет. Это вот когда нам говорят, а вот что, разве люди не боятся отвечать вам? Ну, вот так посмотрите, вот эти люди, вон они на улице стоят. Это не мы к ним пришли, это они сюда пришли. После этого есть вопросы, боятся ли люди отвечать? Ну, кто-то боится, но кто-то боится и не пошел. Может он надежде на душе поддержит, но адресок свой оставлять не хочет. Ну, да, оно имеет право. Вот. Это ответ на частности вот этот вопрос. Чего наши люди боятся и чего они не боятся? Вот посмотрите на этих людей, они сейчас, их много видно, кто они там, с лица и со спины снимают. Ведь это просто, это вот россияне, мои сограждане. я бы еще хотел в конце спросить у вас, чем вам, ну, прежде всего, личностно, ну, и во второй очередь, как социологу, интересен сегодняшний день, сегодняшнее, сегодняшнее время? Вот, мы о нем говорили много, но именно для вот вас, потому что вы в разные периоды работали, разные периоды, помните, чем это время интересно, если оно вообще интересно для вас? Я работаю в одном и том же коллективе с 1988 года. Ну, понятно, какую-то часть состава там менялась и так далее, и в этом смысле я застал период вот этого обновления, перестройки и так далее, мы были, называлась организация ФЦОМ, мы были единственными, кто проводил в это время вот такие вот исследования и внутри нашей страны и извне был огромный интерес к тому, ну, расскажите, что же думают люди, что же они там думают, и я мне пришлось много, меня много приглашали вот на такие интервью и здесь, и за рубежом, и я рассказывал, как у нас классно идут дела, и какая у нас дорога впереди, и как у нас все будет. Ну, я был горд за свою страну, за свой народ, за то, что мы здесь делаем. сейчас, к сожалению, большой спрос на моих, на то, что могут рассказать мои коллеги и могу рассказать я, но это же о чем надо рассказывать, это же надо рассказывать на самом деле о том, от чего в душе это холодно и ужасно, и чем хуже дела, тем больше спрос на нас, потому что люди хотят, ну, 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 когда это кончится, ну, что тут расскажите, понимаете, одно дело рассказывать, чем лучше идут дела, тем больше тебя спрашивают, а тут, чем хуже идут дела, тем больше тебя спрашивают, это же совершенно два, так сказать, разные стороны направленных вектов, поэтому слово интересно, тут, знаете, это вот, это примерно когда врач говорит, знаете, у меня вот очень интересный случай, это врач, в устах врача, слово интересный означает, что там лежит человек и мучается ужасно, вот, я, мы, мы изучаем общество, которому сейчас очень плохо и который этого не чувствует, спасибо. Спасибо.